МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие наши слушатели, рубрика «Вопросы до Владова». Большое спасибо, что смотрите эту рубрику. Я очень рад отвечать на ваши вопросы. Сегодня я нахожусь в Боровое. Это недалеко от Астана, один из лучших мест в курортной зоне. И сейчас провожу мастер-класс для компании «Септер». Ребята, поприветствуем. Можно охвали его? Спасибо. Эти люди здесь, видите, 65 или 64 человек собрались из компании «Септер». Они очень сильные лидеры. Будущая эта компания. Я рекомендую вам тоже, мечтайте попасть в таких сильных компаниях. Мечтайте попасть в группа сильных лидеров и таких обучениях. У меня есть несколько вопросов. Сейчас я собираюсь ответить на эти вопросы. Бектур мне задает такой вопрос. Здравствуйте. Как договориться с людьми, которые всегда говорят «Деньги вперед!» И после этого мы окажем тебе услугу. Часто я делаю очень хорошее приложение для партнерства, которое может принести им намного больше денег, чем сейчас. Как договариваться так, чтобы они оказали мне бесплатную услугу за долю в бизнесе? Дорогой мой Бектур, дело не в том, что люди не хотят. Просто, когда ты рассказываешь им идею твоего бизнеса, скорее всего, они видят в том, что у тебя не было истории в этом. То есть, они не видят, что ты это можешь делать или не можешь делать. То есть, ты им говоришь просто идею. Когда ты людям рассказываешь просто идею, они не знают, что у тебя получится или не получится. У тебя, если будет история, они видят, что ты это сделал хоть разу или два раза. Тогда они с удовольствием присоединились к тебе. Поэтому, ты что должен делать? Ты найди именно тех людей, которые потребители твоего продукта, потребителя. И попроси у него, чтобы именно с ними начать работать. Ты должен работать с теми, кто заинтересован на реализации этого идея. Начни именно так. Либо с потребителем, либо с поставщиком. Но не ищи тех, кто просто тебе оказывает одноразовую услугу. Если ты ищешь тех, кто оказывает тебе одноразовую услугу, они не будут твоим партнером. Запомни об этом. Оксана задал такой вопрос. Как избавиться от мышления должника и перестать лезть в долги? Чтобы выжить и правильно вести бизнес. Наверное, у вас много долги, Оксана. Честно скажу вам, в долгах я долгие годы был в долгах и много пережил в них. Ничего не принесет столько страданий и боли, как долги. Ничего не принесет столько унижений, как долги. Это правда. Оксана, чтобы избавиться от мышления должника, первое, что вы должны делать, там есть несколько формул. Найдите мой диск, пожалуйста, найдите его. Где я сел и 6-часовой тренинг даю. Я говорю, как избавиться от долгов или как туда не попасть. Мышление должника это хуже, чем заразительное, чем раковые клетки. Это инфекционные заболевания. Намного даже сложнее. Это правда. Ваши мысли всегда будут приводить вам к тому, что вы будете принимать решение или делать те действия, которые снова появятся долги. Вы будете надеяться, что я займусь этим, немножко зарабатываю. А на самом деле в результате, на выходе, у вас будут новые дополнительные долги. Что нужно делать? Первое, что вы должны делать? Отказаться, брать долг. Второе, что вы должны делать? Вы должны полностью принимать решение, что все проблемы, которые в вашей жизни нет сегодня, это вы сами к этому привели их. Это очень важно. Это очень-очень важно. Третье, начните держать пост. Это те вещи, которые я делал, мне очень сильно помогли. Вы должны максимально очистить сознание. Найдите мою книгу «Духовные законы и богатства». Четвертое, изучайте 7 параметры чистота. Максимально тренируйте их. Максимально тренируйте их. Вы со временем начнете понимать. Пятое, вы найдите мой именно этот диск, где я обучаю. Я обучаю, как избавиться от долгов. Там есть система. Долги тают на глазах. Там есть система, где я показываю. Долги тают на глазах. И изучайте эту систему по-подробному. И составьте для себя. И соблюдайте все правила. Шестой мой совет. Найдите мою книгу «Я и деньги один, а и деньги два». И тщательно следуйте моделам. Именно моделы в счет управления семейный бюджет. Пожалуйста, не делайте, Оксана, как вам кажется выгодным. Делайте так, как кто делал и давал результат. Я прошел через это. У меня были большие деньги. Она давала мне результат. Большие долги были. И сегодня, слава богу, благодаря этой долге я стал успешным человеком. Это что означает? Надо научиться любой барьер, любой минус превращать в плюс. Надо научиться любой барьер превращать в мастерство. То есть превращайте долги в мотивацию. Если у вас есть долги, я поздравляю вас. Вы можете стать миллионером. Но если вы действительно понимаете, о чем я говорю. Если у вас есть долги, я поздравляю. Вы можете стать миллионером. Дональд Трамп был кучей в долгах. Сегодня президент Америки, и он миллиардер. основатель Walmart 22 года был в долгу и у него в прошлом году товарооборот составил чистый прибыль составлял больше 4 миллиарда долларов а товарооборот более 16 более 400 чем-то ой чистый прибыль 16 миллиардов товарооборот больше 400 чем-то миллиардов это больше чем бюджет несколько государств 22 года это человек был в долгах роберт козаки были несколько лет в долгах все люди, кто сегодня успешный, большинство из них были в долгах. Посмотрите, основатель компании Макдональдс, он был в долгах, шельках мучился. 53 года он мучился. Поэтому это нормальное явление. Но если вы сможете выдержать это испытание, либо долги сломают вас. Поэтому учитесь, изучайте. Хорошо, что вы задаете вопрос, значит вы ищете выход. Эгенбергия вас задает такой вопрос. Я работаю в школе, зарплата маленькая, но я работаю потому, что если все уйдут туда, где больше денег, кто же будет работать в простых школах? То есть, если не я, то есть как педагог, тогда кто? Но мне тоже хочется жить в хорошем доме. И так далее. Как мне быть? Фамилия есть? Имя нет? Наверное, она стеснялась писать свое имя. Эгенбергияева, госпожа, вы педагог. Я очень глубоко уважаю именно таких людей, как вы. Благодаря вас это общество просветает. Благодаря именно средней школе человечество смог за последние столетия элементарно от свеча до космоса добраться. Это ваш труд. Действительно, это ваш труд. Но, чтобы у вас была хорошая жизнь, вы именно в этом области должны зарабатывать. Открывайте кружки, открывайте дополнительные платные уроки, открывайте. Помогите большее количество людям стать профессионалом. благодаря вашим знаниям. У вас есть знания. Делайте это. Научитесь их обналичивать. И в школу работайте. Дополнительные уроки тоже поддавайте. У вас дело пойдет, вы намного будете лучше жить. А со временем ставьте перед собой цель открывать свою лицей. И вы просветайте. Здравствуйте, меня зовут Мадина. Мне 23 года. В этом году заканчиваю вуз экономиста. И хочу продолжить магистратуру в загранице. Но родители против. Они говорят, что все. Все. Ты имеешь диплом, и тебе надо работать уже. Что мне делать? Что посоветуете? Мадина, если ты действительно чувствуешь, что тебе надо учиться заграницей, послушай свое сердце. Параллельно где-то будешь подрабатывать, или не знаю, чтобы сама обеспечить себе. И ты спокоен, чтобы они были спокойнее за тебя, не переживали. Но мой совет, езжай и учись. Это самый лучший совет, который я тебе даю. Вот. Есть еще Таним Кул. Сдает вопрос. Очень много благодарности. Благодарю вам, Таним Кул. Но вот здесь она спрашивает. Совсем недавно начала работать на ствол маркетинге. Больше нравятся тренинги. Ух ты, интересно. Ствол маркетинга же много тусовка, поэтому это больше нравится. Все началось без страха и сомнений, так как я независимый человек от мыслей окружающих людей. Все-таки это мое дело. Постепенно научили правильно мыслить и совместно с этим работать. Но мама не верит в меня и в мою работу. Часто поднимает разговор о ежедневной суете. Точнее, нужно сделать ремонт или кредиты и так далее, и так далее. От этого я сильно упала духом. Естественно, и пропадает вера в себя. Ведь поддержка близких очень важна. Как себя поднять и внутренний дух, и что делать, когда родные так себя ведут. Тюмимбаева, Тинемкуль. Дорогая, внимание обратите. Вот. Четыре врага существуют успеха. Сами первые враги это родители. Не потому, что они не хотят, чтобы ты был успешным. Запомни, это врага успеха. Почему? Потому что у них образ жизни был другой, у них мировоззрение другой, у них убеждение другой. Почему они являются врагом успеха? По той причине, что они боятся, что если типа пойдешь в долгах, им придется платить. Если у тебя не получается, все твои проблемы станут их проблемой. Поэтому первый врага успеха это родители. Их нечрезмерная любовь пытается остановить вас. Второй ваш враг к достижению успеха это ваши братья и сестры. Они будут всегда вам говорить, что это не серьезный бизнес, особенно простой маркетинг, поскольку мы понимаем, что это публично не такой авторитетный. Хотя, многие люди зарабатывают, но в нашем регионе и в нашем вообще именно бывшем СССР такое восприятие до сих пор еще постепенно конечно изменяется, но еще осталось. Такой остаток. Поэтому второй враг это братья и сестры. Третий, твои друзья, подруги, родственники и так далее. Четвертый враг самый сложный это ты сам. Потому что ты слушаешь их. Потому что тебе иногда порой легче слушать их. Поэтому четыре врага, которые тебя останавливают в весь дух. Твоя задача делать одно. Каждый день кормить свое сознание. Вот каждый день ты кушаешь, зачем ты кушаешь? Ты кушаешь, чтобы твоя жизнь, твое тело было жизненноспособное. Если ты не кушаешь, тело не будет жизненноспособным. Точно так же каждый день кормить свою мечту. Каждое утро, когда встаешь, задавай себе вопрос, по-прежнему мои мечты для меня имеют сила или нет? В протяжении больше 20 лет я каждое утро пишу цель своей жизни. В протяжении более 20 лет. Я каждое утро пишу об этом. Почему? Чтобы мой мозг концентрировался на них. Как ты кормишь свое тело? Надо кормить свою мечту. И в обязательном порядке ты должен каждый день хоть что-то бросать в свое сознание. Как ты бросишь что-то для своего желудка? Что-то бросай для своего сознания. Особенно, читай книги, тогда твой мозг как тело, как спортсмен тренируется. И тогда вот этот упадок духа не будет. Самая большая энергия тело человека испытывает от разума. Когда ты достигаешь цели, это самая долговечная время и удовольствие. Старайся, чтобы не забывать об этом. Планируй. Постоянно план. Постоянно планируй и ты увидишь результат. У тебя будут очень хорошие результаты. Дорогие мои, вы слышите рубрика «Вопросы до Влатова». Сдавайте хорошие вопросы. Сами актуальные вопросы я всегда отвечаю. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, на мой фейсбук. Там тоже много люди задают разные вопросы и так далее. Ставьте лайк. Под этом видео и рекомендую своим друзьям знакомым. До встречи. Какие ваши услуги. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова